Наш завод уже не просто работает, можно сказать, что он конкретно так пыхтит и зарабатывает уже огромнейшие суммы денег, но это лишь самое начало, поэтому продолжаем играть в Фэкторинг, с вами как обычно Кристалл, и мы продолжаем! Ну и теперь у нас есть машина Аметиста Урня, что очень даже круто, но нам нужно будет развиваться ещё больше, поэтому у меня есть уже 23 квадриллиона, можно будет купить себе прокачку пилы, и теперь у нас все машины 400 уровня! И теперь, ребята, я уже начал производить не просто машины, теперь я уже, точнее, господи, не машины, не электронику, я теперь ноутбуки могу создавать, потому что теперь мощи машин хватает, а как остальные я тоже приподнял по уровню, и получается очень даже неплохо, вот они ноутбуки, но правда уровень ноутбуков, точнее, чтобы дойти дальше, я не знаю, какой нужно будет уровень машин, чтобы пробить всё это добро, возможно, мне нужно будет выбить ещё уровень клешни, как вариант, тогда я смогу раскачаться дальше! И, ребята, очень надеюсь, что вам интересно до сих пор продолжение данной игрушки, так что давайте наберём как можно больше лайков, если наберётся, такс, если наберётся более 5000 лайков, то я подумаю над тем, что можно будет открыть ещё один легендарный сундук, если вам это интересно, так что давайте наберём как можно больше лайков, чтобы открывать самые крутые сундуки, иначе это слишком дорого, просто так я их открывать не буду, если только вам это интересно, так что давайте наберём более 5000 лайков, чтобы вышло у нас продолжение с легендарным сундуком ещё одним, так как я ещё не открыл все легендарные машины, потому что, если посмотреть, смотреть, то у нас довольно много машин еще здесь остается, которые нужно будет поставить в нашем заводе. Да, он огромный, но это еще не максимум. Максимум будет только тогда, когда мы с вами раскачаем этот завод до последнего уровня. Так, кстати, деньги надо забрать. Раскачаем до последнего уровня, и все слоты, если мы с вами заполним, тогда это максимум. А на деле еще осталось, как видите, еще довольно-таки много всего. Так, и нужно еще машины довести до высокого уровня. Но давайте сначала вызов с вами пройдем. 75 гемов как-никак не отвалят, это очень даже приятно. Тем более, что также мы заработаем с вами немаленькую сумму денег. Но наши машины тут будут фигачить по полной программе, поэтому моя задача просто их заводить заново. Я думаю, что мне даже самому кликать, по идее, не нужно. Потому что сейчас самое важное, чтобы машины как можно больше фигачили, и чтобы мы больше денег с этого заработали. В этом самая главная моя сейчас задача, так как можно поднять целую тонну этих квадриллионов, миллиардов и т.д. и т.п. Ключики тема приятная. Кстати, в следующий раз, когда мы с вами дойдем до следующего, получается, этого, как его там, если мы с вами откроем следующий ключик, то там уже будет открытие фонда, еще одна медаль, и мы, опять же, сможем продавать фабрику еще более дорого. И это очень будет важно, потому что сейчас я немножечко застапориваюсь по сумме денег, так как ее приходит не так много. Вроде как неплохие суммы приходят, но этого еще недостаточно. Так, и результаты вызова у нас получается. Сколько процентов, точнее сколько денег мы сейчас поднимем? Так, 75 гемов, это понятно, и можно еще в два раза увеличить, и получается очень даже солидная сумма. Ну и почти 100 квадриллионов у меня есть. Это очень много, на самом-то деле, это прямо офигеть как жестко. Так, и давайте посмотрим, что у нас есть по машинам. Так, что я могу еще прокачать по идее? Так, у меня есть довольно-таки много уровней для вот этой, для вот этой машины. Но у этих машин самый маленький урон, поэтому я их не очень хочу прокачивать, а не горю желанием. Также есть возможность прокачать станок с острым лезвием. Было бы тоже круто, и достаточно несложно по идее его открыть, но для этого потребуется как минимум продвинутый сундук, а если не продвинутый, то супер сундук нужен, и в нем также есть супермашина. Но мне кажется, что все супермашины я уже открыл, и получается, что у нас остались только легендарные, как мне кажется. Хотя фиг его знает, может и есть какая-нибудь супермашина, которую я еще не дооткрыл. Ну ладно, нужно открыть еще пару контейнеров. Офигеть, пила наконец-то выпала. Потратим сейчас квадриллионы, которые заработали, на то, чтобы прокачать машины, которые у меня очень важны в прокачке и в моем развитии дальше. Поэтому сейчас открываем контейнеров простых, да, деньги туда уйдут. Кстати говоря, бур можно прокачать, еще раз, кулаки можно прокачать. Слушайте, ну прямо офигенные контейнеры сейчас падают, потому что падают очень редкие вещи, и которые мне сейчас конкретно нужны, что самое главное. Это очень хорошо. Правда, я не уверен, что мне хватит болтиков на раскачку, но ничего страшного. В любом случае, что-нибудь мы с вами придумаем. Так, все, за квадриллион у нас все закончилось. Давайте посмотрим, что у нас по машинам по итогу идет. Так, ну пила очень нужна. Жалко, зубастая у нас штука вообще не падала. Но пилу прокачать, это дело, конечно, хорошее. Так что прокачиваю нас на почти следующего уровня. Также надо прокачать дрель, по идее. Но давайте посмотрим, что у нас еще есть. Кулачная машина. Сколько ну, она не самым большим уроном обладает, поэтому лезвие было бы хорошо прокачать. Но все же давайте сначала бур апнем. И следующий уровень бура все же еще не какого-то другого цвета. И надо еще 184 болтика у нас получается. Ну, окей, допустим, 3 квадриллиона насыпали. Нифига себе. Так, забираем тут еще деньги. И получается у нас прямо все шикарно. Надо будет еще машины качать. Но я давно не качал, кстати говоря, нашу вообще фабрику. Ее бы тоже качнуть, чтобы побольше вещей поступало. Это как-никак тоже деньги для нас. Больше поток, больше значит вещей дамажим, больше денег зарабатываем. Нужно 31 квадриллион заработать. Тогда мы с вами откроем какую-нибудь еще следующую вещь. И теперь урон у наших также машин поднялся не слабенько так, потому что машины реально адовые. Так, вопрос у меня вот какая самая слабая машина? Самая слабая машина здесь, по-моему, это как раз таки пила. Как я думаю, так вопрос вот, я могу ли... Так, либо огнемет, либо пила. Пила самая слабая. Я хочу снять сейчас все машины, которые у меня есть, для того, чтобы проверить просто какая реально самая-самая жесткая у меня из этих машин. Поэтому давайте-ка чекнем. Сейчас я все их уберу. Пускай завод, конечно, не работает. Все равно нужно пока что переставить некоторые машины и проверять некоторые вещи. Так, все же хочу я свериться с этой темой, поэтому сейчас нужно будет снять все машины и узнавать у них дэмэдж. Так, здесь ничего нет. 50 смартфонов кстати говоря готово. Забираем. Да, господи, дай ты мне 50 смартфонов моих. Так, 3 квадролеона еще получили. Шикардос. Так, теперь надо снять вот эту пилу и проверить чисто, какая из этих машин может наносить самый огромный урон. Сейчас у нас 15 тэшек, да? Так, ну клешня, понятное дело, что нифига не нанесет. 6. Так, это у нас идет 6. А этот идет у нас на 4. Очень слабо. Так, это у нас идет на 15. Так, стоп, это... Сколько у нас пила было? 15, да? 15,61. А в этой... Ну, близко к тому, чтобы быть тем, что нужно, но не хватает. Так, здесь 6. Здесь у нас должен быть самый огромный, наверное. Здесь нет, стоп, не хватает. Так, а здесь... Да, все же пила самая эффективная в данном случае. Она самая большая по урону, поэтому у меня здесь ничего не имеет смысла. Так, и теперь давайте здесь машины поставим. Я уже, наверное, чуть-ка в другом порядке их выставлю. Как мне кажется. Так, здесь должно быть вот это, вот это. Так, вот это на большой урон идет. Так, и здесь, наверное, охлаждающую, а потом огнемет поставлю. Не самые, конечно, убойные, но, в принципе, пойдет. Остальные машины тоже уже. Ну, здесь, конечно, слабее. Они будут по-любому, так что все, в принципе, нормально у нас. Так, здесь добавляем все готово. Фактически все выставили. Еще бы одну машину какую-нибудь открыть, но там легендарка по-любому осталась. Остались, скорее всего, легендарные супермашины, которые я еще не открыл. А поэтому если будет, говорю, много лайков, откроем с вами еще легендарных машин, и там будет прям вообще офигенно. Я думаю, может повезет, и опять же откроем что-нибудь сразу очень ультимативное. Так, и у нас здесь остается, получается, докачать машину еще разочек. Точнее, не машину, машину поставки нужно прокачать за 31 лям. Так, и у меня задача на роботов. Блин, роботы, роботы, роботы. Здесь мне хватает на производство. Да, здесь нормально все, роботов делают. Тогда окей, поставки идут. У меня еще есть задача на баскетбольные мячи, но тут урона не хватает у этих машин. Конечно, можно их загрейдить. Они стоят копейки, по идее, так что, что бы их не прокачать, да, пока они не стоят квадриллионов, так что можно, в принципе, и здесь заводик приподнять по мощности, заодно больше денег все равно зарабатывать будем. Так, здесь квадриллионы стоят, поэтому такие большие деньги тратить не буду. Вопрос раскачки. Ох, 7 квадриллионов стоят очень дорого. Здесь что у нас? Вот здесь триллионы стоят. Здесь можно еще прокачать. А заводик немножечко нам. Такс, получается, что у нас? Почти хватает на раскачку. Магазинник, кейс, к сожалению, стоит огромных денег, но, в принципе, знаете что? Давайте рискнем и откроем еще один супер сундук. Я не хотел его открывать, но давайте все же откроем. Интересно посмотреть, повезет нам или нет в этот раз. Поэтому все же я открою еще один контейнер, как-никак супер сундук. Да, скорее всего, мне не повезет на какую-то новую машину, но вдруг все же что-то сыграет в этом мире мне в хорошую сторону, мне в плюс карму, и может быть, я все же открою что-то крутое. Очень надеюсь на это. Возможно, стоило вложить эти даймонды в легендарный, но я почему-то верю, что сегодня должно что-то нам выпасть хорошее. И давайте проверим, насколько же и мне повезло! О-о-о-о-о-о! Машина для резки! Это, по-моему, легендарка как раз-таки? Нет? Подождите, надо сейчас проверить. По-моему, это легендарная машина как раз-таки. Так, где она, где она? Нет, золотой уровень, но все равно круто, блин. Взяла просто, выпала машина высокого качества. Также сейчас ее докачиваем. Мне, наверное, еще болтиков, правда, не хватает. Ну, фиг с ним. Так, вопрос только вот урона у нее, так как здесь... Надо бы ее докачать, конечно, еще разок, но где мне достать пока шестеренок, я не знаю. Так, ладно, давайте проверим машинку. Так, у нашей пилы 16,49 урона, да, сейчас? А у этой штуки 1 и... Че? В смысле, а что так мало? Из-за того, что она не высокого уровня, что ли, или че? Как она фигачит вообще? Не, выглядит, конечно, круто. Она прям так нормально по площади фигачит, но что-то у нее как-то... У нее бонус мощности просто самый, что ни на есть, низкий. А если мы еще раз прокачаем ее, в принципе, сила возрастет, но против вот таких машин она как бы не идет у нас. Все же восьмой уровне раскачки это множитель X-157. Возможно, машина убойная, и, кстати, да, потенциал у нее огромный, если так посмотреть. Но надо выбивать ее, опять же. Ух! В принципе, если такой множитель идет, возможно, даже машина... Машина вот этого качества, возможно, в полной раскачке даже будет что-то наносить. Но надо болтики. Болтики, как-никак, без болтиков никуда не пойдет. Но выглядит, согласитесь, машина круто. Она, по-моему, одна из лучших по дизайну, ну, по крайней мере, по моему мнению, это одна из самых прикольных машин по дизайну. Это круто. Так, и мне в те время почти хватает квадриллионов на раскачку еще раз нашей... А, вот как раз-таки подошли последние три квадриллиона. Надо машину, правда, поменять. Сейчас смысла отбил и нет. Вот этой вот ее лучше куда-нибудь в другое место поставить. Там она будет свои дела делать, как-никак. И вот денежки подошли нам на раскачку базы. Вот так вот. И сейчас быстро посыпется песочек. Уже хорошо. Ну и в то же время мы можем поставить сюда еще одну машинку. И тут, в принципе, завершенный уже ряд. Да, у нас получается. Уже хорошо, как-никак. Метчики, возможно, будут здесь производиться. И как раз-таки мне нужно было докачать одну из вот этих. Так, за триллионы, за триллион, триллион, квадриллион. И все. Сейчас должно хватать, по идее, урона, наверное, на производство баскетбольных. Нет, смотрите, на баскетбольные пока не хватает. Но, в принципе, это можно исправить, если мы сами докачаем. Так, что здесь самое большое по демеджу? Так. То есть у нее самый маленький демедж, так как она самая нераскачанная у меня из машинок. Может быть, теперь хватит хотя бы немного. В любом случае, приятно, чтобы завершили с вами завод еще один. А, в общем, ребята, если вы захотите продолжения, захотите увидеть, что же будет дальше, какие следующие машины можно будет открыть и как выглядит после метистового раскачка, то поддержите лайком. Более 5000 лайков будет вам продолжение конкретное с кейсами сразу, с легендарками, все дела. Поэтому лайк обязательно поставь, все хочешь узнать, что будет дальше. С вами был Кристалл. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Скоро с вами снова увидимся. Всем удачи, всем пока!